МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...последованию трагедии, случившейся с Боингом в небе над Донбассом. Мир узнал о том, что установка БУК была привезена из России, что она пересекла границу Российской Федерации и Украины. Хотя, конечно, о границе в этой местности говорить совершенно не приходится. Это очень условно. Так что, когда Министерство обороны Российской Федерации говорит, что БУК не пересекал границу, где-то даже, если иронично на это посмотреть, где-то они даже и не врут, потому что нет там границы. БУК приехал, выстрелил, снаряд ушел в самолет, и эта установка вернулась снова в Россию. Об этом узнали вчера. Но узнал весь мир, кроме российских телезрителей, российской аудитории. Российская аудитория все это преподносит совершенно по-другому. Как преподносится, мы будем обсуждать сегодня со многими гостями. Но для начала мы как раз покажем вам пример того, как российская аудитория должна воспринять то, что произошло, те выводы комиссии, которые были сделаны. Международная следственная группа сегодня обнародовала первые предварительные результаты расследования катастрофы малайзийского Боинга над Донбассом. Эксперты утверждают, что он был сбит с земли, предположительно ракетой. Точка, из которой была запущена эта ракета, названа поле под украинским поселком Первомайское, а он находился в июле под контролем ДНР. Но при этом доказательства весьма сомнительные. Это главным образом информация из социальных сетей и некие телефонные переговоры на русском, в которых при этом нет ни слова про самолет и ни слова про ракету. Странно, но в исследовании практически не учтены данные, предоставленные России. В концерне «Алма-Санте» сегодня сообщили, что голландская версия катастрофы противоречит натурным испытаниям. При этом следователи специально не учли три обломка фюзеляжа, чтобы уложиться в свою версию. Схожие выводы сделали и в российском МИДе, где назвали результаты расследования предвзятыми и политически мотивированными. Ведомстве уверены, Россию отстранили от полноценного участия в следственном процессе. При этом пока только Москва обнародовала данные объективного контроля. Ни американцы, ни украинцы этого не сделали. И согласно радарам, никакая ракета со стороны ополченцев к самолету не приближалась. И дальше показывает российское телевидение свой сюжет. Никакой пресс-конференции иностранных международных экспертов не существует на экранах российских каналах. О ней только вскользь говорится. Говорится, что да, прошла какая-то пресс-конференция, а мы вам свою покажем. И показывает пресс-конференцию в МИА «Россия сегодня», бывшие РИА Новости, в которой сидят представители «Алмаз-Анте», как всегда, какого-то московского завода, сидят, леонозовского механического, и говорят, что вот я не я и бог не мой. С нами на связи Павел Конегин. Павел, здравствуйте. Павел специальный корреспондент «Новой газеты», который сейчас присутствовал на этой пресс-конференции. И мы вот-вот его услышим. Он присутствовал на пресс-конференции, которая проходила в Амстердаме. Слышно, Павла, нам? Пока не слышно. Представляю вам других гостей нашей программы. С нами Иржи Юст. Иржи, здравствуйте. Иржи – чешский журналист, который следит внимательно с самого начала для своей газеты, поскольку работает на территории Российской Федерации. Иржи, оцените вы реакцию российской стороны, которую мы вчера наблюдали. Неудивительно. 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 Потому что если взять вообще все эти медийные события, по-другому это нельзя назвать, которые мы видели в российских СМИ, но другую реакцию нужно было ожидать. Но мы же знаем, что были разные фейки. На самом деле фейки про какого-то... Про самолет, естественно. Мы же знаем, как Михаил Леонтьев торжественно получил от какого-то американского хакера или блогера. Какие-то картинки, которые должны были доказывать, что самолет сбыл, то есть истребитель сбыл, малайзийский самолет. Ну и потом вот эта нелепая версия с тем, что в московскую редакцию комсомольской правды пришел очевидец, который видел, как... Ну, как можно тогда удивляться тому, что мы только что слышали, а что мы вообще видели в последние дни, эту медийную подготовку к этому, в кавычках, оповержению, потому что официальным выводам, которые были представлены в Нидерландах. Ну, это естественная реакция. И как раз меня, как не военного эксперта, а именно как журналиста, убеждают в том, что в таком раз я виноват, раз проводят вот такие медийные спецоперации буквально. Мы обсудим подробнее спецоперации. Сейчас с нами на связи Павел Коныгин. Павел, здравствуйте. Добрый день. Павел присутствовал на пресс-конференции под Амстердам, в 40 километрах от Амстердама, на которой были доложены результаты вот этой группы. Павел, именно вы, от вас прозвучало слово «стыд», который по мысли тех, кто услышал этот доклад, должны были бы испытать в России, испытать граждане, испытать власти, испытать журналисты, которые там сидели на этой пресс-конференции. Но, насколько я понимаю, ничего не там, не здесь произошло, не там, где вы находитесь. Ну, действительно, ну, конечно, стыд – это немножко не журналистское понятие, да, но в какой-то момент, когда вот эта вот пресс-конференция проходила, и когда вроде бы представили, ну, и уже неопровержимые доказательства, да, только, наверное, какой-то Фома неверующий, просто слепой или глухой не поверит, не сможет внять, да, этим аргументом. И после всего этого журналисты российского телевидения, причем сидя, все остальные подходили к микрофону, вставали, а эти сидя задавали свои вопросы про некие альтернативные версии Алмаз-Антея, про то, что российскую версию никто не хочет слышать, что правда Европе не нужна, что они только болтают, только то, что им там нашепчет, грубо говоря, Вашингтон. Ну, вот это вот между строк, понимаете, сквозило. Вопросов пять, наверное, за две наши телевизионщики, но все это было об одном и том же, да, почему вы нас не слышите, а продолжаете строить какой-то заговор против России. Вот, конечно, просто хотелось встать и сказать несколько ласковых слов. Это было бы, конечно, тоже не по-журналистски. Павел, действительно ли вы ощутили какую-то растерянность коллег с федеральных каналов, потому что им же нужно замотивировать, что произошло, им же нужно было объяснить это как-то, вот что случилось с своей аудиторией? Растерянность. Я думаю, было, они ожидали, было ожидаемо, что будет вот такой вот итог этого расследования, такие выводы, но тем не менее они, по-моему, были несколько не готовы к тому, насколько вот очевидно станет причастность России к этой трагедии. И поэтому, когда закончил конференцию, я слышал таких звонков в Москву, каналы звонил, спрашивал и просил срочно кому-то из продюсеров выйти на связь с ним и объяснить ему, какую тут надо цитирую, подводить идеологию под все это. Поэтому, наверное, какая-то растерянность была. У нас пропадал звук, это звонил один из корреспондентов, присутствующих на этой пресс-конференции московских, в Москву своему начальству. Ну да, я так понимаю, какую идеологию подводить, да. Под все это, потому что неожиданно резко, неожиданно резко прозвучало это даже для них. Спасибо вам. Да, Павел, а родственники? Вы также говорили о том, что у родственников тоже, с которыми вы разговаривали, было ощущение, что все-таки должны прозвучать какие-то слова со стороны россиян, властей, кого бы то ни было с российскими. Алло. Лена, я пропустил вопрос, простите, пожалуйста. Павел, вот сейчас вы меня слышите, сейчас, вот в эту минуту, слышите? Да, да, слышу, слышу. Мне показалось, что родственники, родственники людей, которые потеряли своих близких, тоже сказали вам о том, что они хотели бы услышать слова, ну не покаяния, но что-то связанное с тем, что сожалеют о том, что так случилось, и мы виноваты. Было такое? На самом деле, родственники гораздо более деликатны, чем я ожидал. Нет, они не просили никаких извинений, никаких слов, сожаления. Хотя я сам спрашивал, что вы сейчас чувствуете, вот сейчас, когда вот, типа, все указывает на то, что Россия причастна. Вот теперь вы, наверное, как-то по-другому будете относиться к нашей стране, к людям, к властям, на что мне все, с кем я общался, ответили однозначно, нет. Мы разделяем народ России, русских людей от властей, даже если этот народ голосовал за эту власть. Но это не значит, что люди голосовали за то, чтобы был сбит Боинг, где летели наши родные и близкие. Поэтому, конечно же, люди разделяют эти вещи. Другое дело, что, конечно, им не нравилась та тональность высказываний каких-то общественных деятелей, каких-то политиков, которые после доклада стали делать свои заявления в российских медиа. Здесь действительно следят за всем, что связано с MH17, и в том числе и за тем, как это преподносится российскими телеканалами. Другое дело, что здесь просто это не продается так, как в России. Здесь это всего лишь одна из альтернативных версий. Именно что альтернативная версия и к ней соответствующее отношение. Людям интересно знать, чем пытаются накормить государственное телевидение российского телезрителя. И, соответственно, к этому также и относятся. Другое дело, что, в общем, наверное, родственники ждут какой-то реакции от российских властей. И об этом мне тоже говорили. Все-таки им хотелось бы, чтобы Россия в лице президента Путина или каких-то других ответственных лиц, наконец, проявила, как мне, в общем, цитирую практически дословно, проявили себя сильными лидерами и взяли ответственность за то, что случилось. Пусть они не стояли напрямую за этим, но, тем не менее, этот бук, который был доставлен из России, это оружие, которое не так просто приобрести. Нет черного рынка буков. Поэтому вполне очевидно, что, в общем, семьи ждут какой-то реакции непосредственно от властей. Но власти России вместо слов сожаления на пороге все отрицают. И, конечно, это вызывает такое, в общем, мягко говоря, непонимание со стороны семей погибших в этой катастрофе. Спасибо вам большое, Павел, за участие в нашем эфире. Но мы представляем себе, как все это происходит, что говорят власти. Мы слышали сегодня фантастическое интервью Дмитрия Пескова, каналу BBC, в котором более несуразного, невнятного текста придумать невозможно. Он не мог ответить точно ни на один вопрос. Он не мог не отрицать. Почему-то он, может быть, лучше было бы, чтобы он выбрал позицию «мы здесь ни при чем». Он даже и такую не выбрал. Он был в полной растерянности. Я представляю вам нашего нового гостя Стивен Деррик. Здравствуйте, Стивен. Здравствуйте. Газета «Ханта Эльсблад» самая знаменитая в Голландии. Один из самых знаменитых, так скажем так. Ну вот, я хотела ответить, до чего вы скромны. Вы не были так же удивлены. Вы всю реакцию видели. Вы видели, что расследование названо игрушечным, что все, что было предъявлено, это ролики из интернета, это старые фейки. Мы сейчас видели сюжет из канала «Россия-24», где так и говорится, что была какая-то пресс-конференция на какую-то старью, какой-то хлам из интернета собрали и показали. Ага. И ваш вопрос, если я был удивлен. Да, да, да. Потрясен. Нет. Нет. Потому что это, конечно, не первый раз, что мы видели русскую реакцию в этом досье. Я так думаю, это просто мое профессиональное мнение, что Россия не только опровергает, что случилось, но активно старается менять дискурс по-французски, как это на русском будет. Дискурс так и будет. Да. Значит, они активно старались как-то представлять другие информации. И хотя вот каждый раз было доказано, что они неправильные. Мы очень хорошо помним, что было, конечно, даже уголовное дело здесь в России по поводу сухой 25, который как будто сбил украинский сухой 25. Да, даже уголовное дело налетчика заводили, который там сидел за штормом. Да, он закончился, кстати. Мы даже делали официальное открытие уголовного дела, то есть должен быть как-то результат. Не так? Я даже сейчас не в курсе. Да, уже идут. Думаю, что уже, да, это так похоронено глубоко, что даже не вспоминают. Да, ну это, конечно, не единственное. Я очень хорошо помню, что в прошлом году, когда были представлены результаты Совета безопасности Голландии, значит, первый доклад, так называемый в России, немножко иногда мешает, вот эти, что сейчас происходит в Голландии. Есть, конечно, был доклад Совета безопасности, это как-то независимый комитет в Голландии, который не имеет связи с прокуратурой, который вот просто ответил на вопрос, что случилось. И когда вот эти выводы были представлены, я очень хорошо помню, что в этот день была пресс-конференция «Алмаз-Антии», где они показывали совсем другие выводы. Они сказали, что вот отпуск ракеты не было в Снежном, в Зарочинске. Она была в Зарочинске, хотя это в принципе все равно, потому что Зарочинске тоже контролировалось так называемым ополчением, да. Ну, и, конечно, мы сейчас видели, что это тоже, конечно, вот это все это не было доказано. Да. Но на самом деле это было немного обидно, потому что я еще помню, что когда я сидел там в зале, я присутствовал на пресс-конференции, я видел, что они как-то представили вот новый эксперимент с настоящей ракетой, с настоящим самолетом. Да, с писанным самолетом показывали. Да, и мы там не знаем, там не сколько раз видели этот взрыв опять, и вот я просто думал о всех жертвах и вот о всех родственниках, которые там... Довольно жутковато. Да, это было для нас, колландцев, ну, так сказать, немного обидно просто. Да, тем более, что это экранизация лжи, какой-то очередной придуманной истории. Ну, да, ну, такие слои, конечно, я не употребляю, как профессиональный журналист. Извините, пожалуйста, я не профессиональный, поэтому я употребил, я больше не буду. Ну, просто скажем, что это все, вот мы сейчас знаем, что это все не доказано. Не доказано, да. То есть экранизация недоказанного, будем так говорить профессионально, правильно? Вот, хорошо. Ну, конечно, там есть два важного момента, конечно, мне надо вот об этом забыть. Там есть, на самом деле, есть два признания. И первое признание, это просто причастность российская, что действительно российские военные, наверное, ошибочно сбили этот самолет. Чье признание? Да, ну, это уже только первый. Потом еще сразу после первого... Нет, вывод, вывод, не признание российского, вывод. Вывод комиссии вы имеете в виду? Да, ну, да. Комиссия признала? Конечно, конечно, нет. Хотя, конечно, надо сказать сейчас, что вот эта следственная группа еще не доказывала, что действительно русские были причастны. Единственное, что они сказали, что вот... Бог был русский, и он привезен оттуда. Да. Ну, конечно, мы уже, конечно, немножко можем предсказать, что будет дальше. Конечно, будут, конечно, русские подозреваемые. Но есть два момента, как я сказал, что правительство российского должно сначала признать, что действительно вот эти были русские военные, которые вот это сделали. Но потом сразу после первого признания будет второе, и до сих пор Россия тоже опровергает это, это присутствие русских войск на территории Украины. Поэтому это очень сложное дело, не надо забыть об этом. То есть комиссия вот это признала, как уже фактически, как факт, то, что это было. А Россия это не признает, то, что это был... Нет, до сих пор нет. До сих пор она этого не признает. Мы послушаем сейчас наших коллег, которые следят за тем, как освещает российская пресса, вот реакцию, освещает, как она освещает выводы международной комиссии. Пожалуйста, мы слушаем Андрея Архангельского. Вы знаете, у меня очень странное ощущение. Мы помним, что в 2014 году освещение происходило на, можно сказать, на высокопрофессиональном уровне. Мы, например, помним это наблюдение, которое держит Олег Букашин, наверное, первым он заметил, что сразу несколько версий, да, когда выбрасывается сразу несколько версий, одна, вторая, третья о причинах этой аварии. Это, в общем, можно назвать высоким профессионализмом пропаганды. Спустя два года мы видим какую-то странную растерянность пропаганды. Такое ощущение, что она не ожидала этого или надеялась на то, что все само собой рассосется. В общем, она парадоксальным образом оказалась не готова. И вот это самое странное наблюдение, которое я сделал за вот эти два-три дня. Пропаганда, она жестока и одновременно несколько инфантильна, как ребенок. То есть это такая немного детская жестокость ей присуща. Ребенок жесток бывает, но он не ожидает, что его поступок может быть оценен с точки зрения взрослого, по взрослым меркам. И вот есть еще один коллега, его зовут Николай Руденский. Он работает в «Гранях» и отслеживает телевизионное шоу, которое случается по следам вот такого рода истории. И вот давайте послушаем, что он сказал. Это картина луной беспомощности, сочетающейся с агрессией. В общем, может быть, это несколько легкомысленная, но ассоциация приходит в голову с маленькой облигацией из фильма «Место встречи из них нельзя», которая говорит «Наговаривайте вы на наше семейство». Совершенно было позорное по беспомощности интервью Дмитрия Пескова в BBC, где он только повторял, что это только, что расследование носит предварительный характер и упорно не отвечал на прямые вопросы ведущего. В общем, конечно, каких, так сказать, ходов, на которые иногда бывает богатая российская пропаганда, здесь мы не наблюдаем. Ну и в самом деле ситуация такая, когда что-то придумать крайне сложно. И вот мы сейчас посмотрим в итоге всего того, что увидели зрители, а они увидели российских экспертов, которые все опровергали. Раз, они услышали о пресс-конференции, которая случилась в Амстердаме, только то, что она основана на каких-то таких интернет-фейках. И давайте посмотрим опрос московских прохожих и что в итоге они поняли о выводах этой комиссии. Мы так и спрашивали, а что вы поняли-то? Каким выводом пришла международная комиссия по расследованию трагедии Боинга? Не знаю. Интересно? Ну, как-то дальние события и, видимо, не следишь за продолжением. Ну, что во всем виноват Россия. А как к этому относитесь? Ну, очень плохо, потому что я знаю, что это хохлы виноваты во всем. Ну, раз у нас радар показал, что ракеты не взлетали, значит, они не взлетали с нашей стороны. Ну, со стороны ополченцев. Какая-то система БУК, если я не ошибаюсь, была ввезена из России на территорию Украины. После был сбит самолет, и эту систему вернули обратно в Россию. Насколько этому верить, не знаю. Я стараюсь про это не знать. Привезли с российской территории БУК на Донбасс. И, вроде бы, как с территории Донбасса выпущен этот снаряд, который сбил этот бой малазийский. Никаких доказательств нет, что это именно Россия завезла и именно с Донецкой республики. Комплекс перевезен из России на территорию Украины, и там он якобы сбил самолет. Вот такие выводы. А вот как относитесь к их доказательствам, которые они приводят? Ну, пока они шаткие, но то, что сбито БУКом, тут очевидный факт. Ну, по психологическим причинам я предпочитаю не углублять, слышать вопросы. Ну, насколько я слышал, они обвиняют Россию в том, что это было сделано как бы не то, что с нашей территории, а нашей ракеты, которую якобы туда завезли на украинскую территорию, сделали как бы выстрел, а потом увезли обратно. Ну, не знаю, дело в том, что, как говорится, вся эта возня, которая вообще творится вокруг этого, она как бы вызывает вообще большое сомнение. Да эти доказательства были известны на следующий день. Уже и в Фейсбуке все это было. Только что делать, я не знаю даже. Потому что им хоть кол на голове тиши. Поэтому, когда вы начали вопрос, что вот вы слышали, это не только слышали, это дикое страдание. То, что весь мир все это видит, в какой мы стране живем, а здесь всем пофиг. Ну, вот то, что вы сейчас услышали, это и есть, собственно говоря, отражение, полное отражение российской подачи выводов международной комиссии. Да, сказала комиссия, что был какой-то бог, который пришел вроде бы с российской стороны на территорию Украины. Но, тем не менее, все это не доказано. Это все на каких-то там непонятных фейковых историях из интернета. И вот, Александр, чуть позже Гольц, военный эксперт, прокомментирует нам ту часть истории, которая касается военной стороны дела. Но сейчас я хочу предложить вам, уважаемые коллеги, и нашим телезрителям, и нашим слушателям еще один опрос, очень любопытный, который сделала украинская служба Радио Свободы. Она собрала, скомпоновала вместе два опроса, который проведен был. Один из них был проведен на улицах Киева, другой на улицах Москвы. Конечно, нетрудно предугадать результаты этих опросов, потому что вопрос был, доверяете ли вы выводам этой комиссии. Понятно, кто больше доверяет, кто меньше. Но, тем не менее, интересно, вот в этом опросе чередуется Москва-Киев, Москва-Киев. Посмотрите, очень любопытно. Идет война между Россией и Украиной. Российская армия сбила этот Боинг Нидерландский. К сожалению. Естественно, русские. Ну как это, ну... У нас война идет. Снаряды, русские, все остальное. Ну кто еще уже может? То, что это российское производство, ничего не доказывает и ни о чем не говорит. Непонятно суть дела. Как и что? Боинг сбили в 90 метрах от моего дома. Вот. Что касается БУКа, это сложная техника. Там один человек сбить не может. Там сбивает целый комплекс. Там мог сбить только специалист, который конкретно обучен. Очень сильно подвергаю это сомнение. Потому что нам это не нужно. Мы приличное государство, порядочные люди в нем живут. Нема сомнений. Жодного сомнений. Нема. И мы очень рады, что наконец оно уже как-то оформилось, я бы сказала. Вот так. Вся страна наполнена фальсификатом. Поэтому там выборы проходят, фальсифицируются. Любая другая информация фальсифицируется. У большинства людей сегодня нет доверия. А иностранным люди верят. Как на Россию до сбитого боя? Напрямую. Они избили. У вас, Стивен, есть ощущение, что когда-то все-таки русские узнают хотя бы... Я не говорю слово «правда» при вас. Потому что это, наверное, тоже слово эмоционально окрашенное. Но хотя бы они ознакомятся с тем набором доказательств, которые предъявила вчера комиссия. Вот эта группа, у вас есть надежда на это? Что как-то российское общество узнает об этом? Может быть, вот эта надежда есть. Но надо быть честным. Я не думаю, что это самое главное для голландского населения, для голландского общества. Самое главное – это те люди, которые действительно сбили малейсийский Боинг с нашими людьми, так скажем. Потому что там в борту были 196 моих соотечественников. Вот самый главный вопрос для нас – это чтобы они будут осуждены каким-то образом. Так вот вопрос-то и возникает. Если такая круговая порука не только во власти, но и в которой вовлечено все общество российское в эту круговую поруку – это не мы. У вас надежда, что это остается, что будут наказаны те, кто на самом деле это сделал? Вот при таком, при том, что вы видите сейчас. А может быть, вы помните еще теракт на Панам в 80-х годах? Тогда, по-моему, тоже надежды не было, что когда-то случится как-то осуждать этих людей. И в течение даже 10 лет, даже меньше 10 лет, в таких дассеях это даже не так много. Это все-таки случилось. И даже без переворотов, потому что Хадав и там еще был на месте. И я думаю, что вот в Голландии есть надежда, что либо режим меняется, и будет возможность как-то открыть это дассе, закрытый пока. Кто эти люди? Либо условия таким образом меняются, что вот нынешний режим будет как-то вынужден что-то делать. Мне как раз нравится сравнение с Лакраби, потому что это на самом деле отличная аналогия, потому что тоже произошло по схожей схеме. Пусть это были ливийцы, иранцы, неважно. Но эти террористы, эти атакующие, это отрицалые. Но все равно спустя несколько лет все-таки совесть победила. Победила. Конечно, мы можем иронизировать по поводу совести российских властей, но все равно правда всегда появляется снаружи. Она всплывает. Как ни крути. Иржа, а если бы вот аналогичный опрос провели в Праге, ну скажите, что бы сказали ваши люди? Я считаю… Что вы знаете об этом, и кто виноват? Вы знаете ли вы виноваты? Нет, я думаю, что подавило еще большинство, естественно, сказало, что скорее виновата Россия. И что они доверяют выводам? Нет, что доверяют выводам как раз, да. То есть у нас это хорошо освещалось, мои коллеги хорошо поработали. И когда, кстати, это случилось, в 2014 году эта трагедия с Малозийским Боингом, мне как раз и Чистка Телевидения сразу звонила, потому что я там отслеживал новости из Украины, и как раз я про это и говорил. И у меня было уже тогда убеждение, что это не было случайно, что эта трагедия произошла по внешним причинам, так сказать. Вы думаете? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Нет, я до сих пор увидел, что это была ошибка. Нет, ошибку это можем назвать. Я не могу доказать, это же сейчас. Понимаете, мне поразило то, что сразу 10-15 минут после этой трагедии и ТАРТАС, и уже ТАСС, напечатал новость, что ополченцы, в кавычках, сбили украинский самолет. И там описывали, куда подали обломки, и брали там интервью у этих представителей. Да, в этом была ошибка. В этом была ошибка. В этом была ошибка. Нет, это не ошибка, это просто чудовищное, ну, висающее просто событие, да, которое мы просто уже никак нельзя отметить, да. В том числе и от наших коллекций ТАРТАС. Угу. С нами на связи Александр Гольц. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Промышлянский. Они же действуют упреждая. Иногда они опаздывают. Зеркально. Да, зеркально. То есть иногда они опаздывают, как случилось тогда со свидетелем. А иногда они упреждают. Вот вы видели, что это конференция случилась. Вы видели, слышали выводы комиссии. Что вы можете теперь сказать о состоятельности российских аргументов, которые были представлены? Российские? Вы знаете, мне кажется никто о состоятельности и не заботятся особо. Если бы заботились, хотя бы попытались бы объяснить, почему два года назад, тряся этими графиками, доказывали, что вот мы видим, как приближался украинский самолет, а теперь говорим, что никаких самолетов не было. Ну, если бы о состоятельности заботились, то как бы попытались бы вот эти узелки убрать куда-нибудь, как-нибудь объяснить. Никто же даже не пытался ничего объяснить. Я думаю, что задача не в убедительности, задача в громком крике и создании вот так называемого серого шума. Обывателя надо убедить, ну, понятно, что уже сейчас никто не думает о том, чтобы убедить международную общественность и так далее. Эта задача не стоит. Надо своего обывателя, все-таки, ну, люди добрые, и не дай бог дать им задуматься, что убили 80 детей. Поэтому вот задача создать бесконечное количество взаимопротиворечащих версий с тем, чтобы обыватель подумал, а, черт, им, все равно правды никогда не узнаем. И успокоился. Спасибо, Александр. Мы поняли. И с нами на связи, да, ну, тут никто спорить, видимо, с этим не будет. С нами на связи Дэвид Саттер. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. Дэвид наш коллега, журналист, писатель из Вашингтона. Я перед тем, перед нашим эфиром отправила Дэвиду статью, замечательную публикацию из московского комсомольца. Это газета российская, которая называется так. Призрак Боинга над миром. Расследование крушения московских, расследование крушения международной комиссии продиктовали из США. То есть, все под диктовку США, все, что не происходит. Вот Дэвид, естественно, конечно, говорит, Иржа, а как же без вас? Дэвид, ну вот что вы скажете по этому поводу и по поводу роли Соединенных Штатов и реакции там, на реакцию в России? Ну, я думаю, что в Америке люди полагают на результатах голландского исследования. Мы здесь не были напрямую вовлечены в этих событиях. Я думаю, может быть, там был один американец, который среди жертв. Но идея, что все виноват Америке, это просто вариант обычной русской пропаганды. Я помню, в любой ситуации надо найти кого-то, который виноват, кроме самих русских или самого русского режима. И мы видели, если мы смотрим чуть-чуть шире, на всех преступлениях постсоветского периода, очень часто был виноват, скажем, Березовский. Ну, это обязательно должен быть кто-то вне России. И поэтому это ничего удивительного в этой статье нет. И все изобилие, видимо, фальшивых деталей, которые были включены в этой статье, это тоже способ, чтобы люди вообще перестали об этом думать. Спасибо, Дэвид. Мы продолжим этот разговор. После того, как послушаем несколько мнений российских политиков, политологов, Марат Гельман, человек, который предложил несколько тезисов, он перечислит главные тезисы российской пропаганды. Пожалуйста, давайте его послушаем. Мне кажется, две важные вещи. Первое, что не может быть хорошей реакции, правильной реакции сейчас. То есть правильная реакция могла быть через неделю после трагедии. Правильная реакция могла быть, когда начали появляться первые результаты расследования. А сейчас любая реакция будет выглядеть как плохая, запоздалая, лживая. Второе, это, конечно, тоже очень важно, понимают, что будет делать путем. Все-таки, как ему, по крайней мере, кажется, у него еще есть вариант откреститься. То есть откреститься от этих людей, которые приняли, сказать, что это вот такие маргиналы, НРовцы, ополченцы. Выбить кого-то, но как бы не брать это на себя. Я понимаю. Просто звук очень плохой, поэтому реагировать тут тяжело нашим гостям и мне тоже. Мы потом, может быть, как-то этот звук усовершенствуем. Давайте послушаем, что Виктор Шендерович сказал, публицист. Ну, реакция совершенно предсказуемая. Дело не в реакции официальных лиц, которые, повторяю, вполне предсказуемо. Дело в абсолютном тупике, в котором находится Россия, потому что совершенно очевидно, что это решение, которого можно было ожидать, что оно повлечет дальнейшую изоляцию России. Ясно, что эта дальнейшая изоляция скажется прежде всего на жителях России. Я не скажу граждан, потому что граждан не так много, но на жителях, на населении. В том самом населении, которое поддерживает тот самый режим, который этот тупик завел и продолжает на нем настаивать. Граматизм ситуации в том, что я не вижу никакого, собственно говоря, легитимного выхода из этого слова. И, наконец, мнение Игоря Сутягина, нашего эксперта. Давайте его тоже послушаем. Дело в том, что реакция пропаганды продиктована главной целью. Главная цель состоит в том, чтобы избежать, в общем-то, ответственности, избежать какого бы то ни было ассоциирования этой ответственности с Российской страной. Поэтому реакция началась еще до событий, до публикации отчета самого пощадки. И состояла она в том, чтобы уже испыканным способом поставить под сомнение, заставить задаваться вопросами о бессоверности выводов. Именно поэтому было, как это было известно, брючен комитетской обороны. То есть главная задача — попытаться использовать прежний прием и размыть назначенные расстояния выводов доклада. Все очень-очень и очень плохо у нас со звуком сегодня. Но это дело поправимое. Извините, пожалуйста, нас за этот дефект. Вот главное, что я хочу сказать из того, что мы не услышали, плохо услышали от Марата Гельмана. Он думает, что одним из следов... Если я правильно что-то услышала, одним из следующих шагов будет желание российской власти откреститься от этих людей. Да, допустим, это были какие-то ополченцы, какие-то там боевики, кто-то сепаратисты. Мы здесь ни при чем. То есть вот, возможно, когда припрут совсем уже, хотя я не знаю, куда уже дальше, куда уже глубже припирать, но когда уже совсем припрут, скажут, ну да. Но это мы все-таки, это не наши. Это не идет все-таки. Мы же правильно слышали, да, вот Александра Гельмана, что ведь правда Россия отказалась от первоначальной позиции, когда утверждалось, что был украинский истребитель, да. Были доказательства прекраснейшие, да. Мы там же видели картинки, как там какие-то полоски бегали, да, на экране, и это должно было доказательство самолета. Самолета, да, поэтому я считаю, что, да, что через год, когда будет основной доклад, да, где будут виновные показаны, Россия скажет, или официальный представитель России скажет, да, почему бы нет, да, конечно, у нас украли бука злые ополченцы, да, и они, естественно, выстрелили. А чтобы спрятать следы, они его коварно вывезли в Россию. А мы их сейчас как-то накажем вместе, может быть. — Александр Гольц, а как вы видите, как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий? Вот вы услышали сейчас Иржи, вы услышали, что говорит Марат Гельман, что вот российская сторона предпримет, если припрут ее так, что она не сможет уже больше отбиваться, даже вот таким нелепым образом, каким отбивался Песков. — В общем-то, сделано много для того, чтобы иметь возможность отбиваться. Все-таки давайте называть вещи своими именами. авторы доклада предлагают косвенные свидетельства или же доказательства, полученные от американской разведки, аэрофотоснимки и так далее. Это все можно сказать, ну вот, проклятые гады ополчились на нас. Того, что называется дымящимися пистолетами, нет. Потому что где-то несколько недель все материальные останки этого самолета находились в зоне боевых действий. И тот, у кого было рыло в пуху, наверняка имел возможность что-то подменить, ну, грубо говоря, выстрелить из обреза в обшивку самолета правильной шрапнелью, чем увезти, чем запутать следствия. Поэтому я думаю, российская сторона будет твердо держаться, утверждать «я не я и лошадь не моя» и доказывать, что все это результат дьявольского заговора ЦРУ. Да, да. А, результат дьявольского заговора. Александр, а как, если стройно, вот если стройно описать концепцию, вот даже для наших иностранных гостей, для граждан Российской Федерации, а вот российская сторона, сегодняшняя ее версия какова, вот как все это было, вот что мы можем понять из того... Как справедливо заметил чешский коллега, версия менялась несколько раз по ходу дела. Ну, я прекрасно помню, как российские генералы трясли этими графиками и утверждали, что вот стопроцентно, вот он, украинский штурмовик, который приближается к малайзийскому боингу. Да, конечно, штурмовик не может летать на высоте 10 тысяч метров, но в некоторых случаях может. Да, по скорости он не успевает за боингом, но на встречных курсах может. И так далее, и так далее. Все это мы слушали. Я прекрасно помню главного редактора «Комсомольской правды», господина Сунгоркина, который, по-моему, чуть ли не брал интервью у человека, который говорил, что вот он лично видел летчика, который сбил этот боинг. То есть вот сначала была вот такая версия. Потом появилась версия, ну да, сбили, в общем-то, буком. Но, конечно же, украинцы. И поэтому стали работать на эту версию и так далее. На сегодняшний день, насколько можно понять, да, вот это совершенно замечательная история, про то, что главные российские доказательства на сегодняшний день взяты из носителей информации, которые, по российской версии, два года валялись на заводе «Алмаз-Антей». Версия заключается в том, что вот после этой трагедии никто почему-то не потребовал от главного радара, который регулирует движение, информацию. Ну, никто не требовал и не требовал. Приехала ремонтная бригада, свинтила эти носители информации, которые провалялись два года. Это фантастические истории, на самом деле. Еще раз. Никто не заботится даже о малейшем правдоподобии. Надо лишь громко выкрикнуть. Надо дать возможность какой-нибудь там Скобеевой, я не знаю, кому-то еще, бегать с микрофоном за голландским прокурором с криком «А почему вы не учли последние данные, которые предъявила Россия?» Ну, давайте называть вещи своими именами. Российские жители России, в общем-то, их не очень волнует, на самом деле, кто сбил этот Боинг и убил этих людей. Они будут рады поверить любой, даже самой дикой версии. Александр, а вот я все-таки, вот представьте себе, вот я телезритель, я зритель России, я выслушала все эти пресс-конференции, естественно, российские, я не слышала никаких там иностранных. Я что должна все-таки, тем не менее, я вас спрошу, я что должна понять из последних показаний российской власти, что был все-таки Бог, что он был на территории, которая, как считает, как нам говорит Алмаз Антель, контролировалась украинской стороной, в селе Зарощинское. Так вот, что я должна понять? А как он туда попал, мне не объясняют, и чей это будет. Да, это украинские военные, по какой-то своей причине, решили сбить Южную Корею, Малайзийский Боинг. Ну вот, приблизительно такая версия. Ага, вот это, да, 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 пожалуйста. Ну, я думаю, что есть еще один очень важный момент, я-то, конечно, тоже, как смотрел эту пресс-конференцию, конечно, здесь в Москве. Ну, дело уже не о косвенных доказательствах, дело уже не о каких-то роликах, или о каких-то данных роторов, и так далее, и так далее. Вот мы слышали, что действительно у следственной группы есть 200 свидетелей, между теми тоже есть человек, который был действительно, присутствовал во время транспорта этого бука, значит, действительно какой-то инсайдер по-английски, который, наверное, уже называл фамилии других причастных подозреваемых. Значит, в УМИ уже дошло, проехали этот пункт, и я думаю, что сейчас можно как-то остановить все это вискусии, потому что действительно у прокуратуры голландской есть свидетеля, которые потом, если действительно будет когда-то, в будущем будет суд, который могут... Я хочу сказать, что на этом и работает российская пропаганда, что правда говорят, фейки и все такое, но здесь коллега правами говорит, естественно, там все было, если мы с правом послушать полностью всю эту пресс-конференцию вчера, там же было сказано, да, у нас есть даже люди, которые видели запуск, да, с разных точек было это у нас снимано. У нас есть фотографии, сопровождавшие следование, нет, там самое главное, что даже есть несколько направлений, две направления, да, как там утверждают представители, по которым нужно было определить место запуска этой ракеты, да, вот это самое главное. А мы слышим из российской СМИ, нет, фейк, это видео, это... Но свидетель, это не фейк. Вот в чем дело. Потом можно вот это проверить, все, что они сейчас говорили. То есть то, что вы сейчас сказали, состоит, вот если коротко описать, есть вещи, которые уже не будут оспариваться. Все, забудьте, оставьте надежды, что вот эта часть истории будет другой. Все, это был бук, он был привезен с российской стороны. Это полностью доказано. Это полностью доказано. И отслежен, там очень важно, это то, чего мы сейчас с вами обсуждаем, то, чего абсолютно не знают российские телезрители. То, что этот путь был отслежен, что есть фотографии, они этого просто не знают. Они этого не знают. Я еще раз хочу повторить, очень четко хочу проговорить, что все, что видит российский телезритель, это только картинку вот этой пресс-конференции. Вот ему показывают картинку и говорят, вот видите, была пресс-конференция, вот там все наврали про Россию. Они не слышали ни одного аргумента, широкая публика, из того, что было приведено. Посмотрела, на что интересно. Вот мы видели всю теледебату между Трампом и Хиллари Клинтон. Мы не видели, как раз там была эта графика, как проезжал этот блок. Как-то странно, нет? Причем тут американские выборы, которые будут 8 ноября, которые нас вообще не касаются. И мне как жить сейчас в России. А вот здесь это непосредственно касается всех, которые живут в России. Это очень важное событие. Мы это не видим по Центральному каналу. Это очень интересно. Тем более, что вот есть канал Россия 24, который все эти пресс-конференции дает в прямом эфире. Все брифинги министр Лавров поехал в Нью-Йорк. Мы видим Нью-Йорк прекрасно на картинке, через спутник. Мы все видим в прямом эфире. Они давно нам показывают все, что касается скандалов с допингом, шмопингом, все что угодно. Этого не видим вообще. Ни прямого эфира, ни даже отчета. Это вот тот случай, когда нет репортажа. А что же они там говорили? Просто заклеймить. Вот было, и мы это не признаем. А через год вообще будет вопрос, а был ли вообще Боинг? А был ли Боинг, да. Ну, они не дадут, конечно, голландцы поставить. Нет, но это будет означать уже полную изоляцию России. Если здесь встанет вопрос, а был ли Боинг, это значит, это уже не Россия, это мы живем уже в другой стране. Называется она Северная Корея, тут уже понятно. Дэвид, вот все-таки я к вам еще раз обращусь. Претензии, вы знаете прекрасно, что говорит российская здесь сторона, что если бы были у американцев свидетельства, у вас же есть спутники, они летают, они продвинуты. Вы должны были сразу это увидеть, показать. А вот почему нужно было ждать два года. Вот считает ли в Америке, американское общество, что Соединенные Штаты достойно участвовали в расследовании, что они предъявили все, что нужно предъявить, ничего не скрыли. Как оценивается у вас роль Соединенных Штатов в расследовании, в работе международной группы? Я могу только сказать, что сразу же после этого случилось, в американском посольстве объявили довольно много информации о фотографии, о свидетельстве и технические параметры, которые показывали, что все, что было объявлено сегодня окончательно, голландской комиссии, в самом деле случилось. Здесь Америка в этом не был главным актером. Это был все-таки роль голландцев и правительства Малайзии, которые фактически были непосредственно в этом затронуты. Но такие информации, которые указали на виновность российской стороны, были очевидны от самого начала, это было доступно американцам, и американские официальные лица это объявили. С самого начала? С самого начала. В Голландии тоже шли дискуссии о американских данных, о снимках спутников, но это тоже важно отметить, что действительно все эти секретные снимки из спутников, американских военных спутников, все эти данные, как прокуратура сейчас в Голландии говорит, они были представлены как-то в следственной группе. Значит, они, есть сейчас распоряжение прокуратуры. То есть все эти упреки и подозрения. Тем более, там было и показано на этой пресс-конференции как раз то поле, откуда стартовала эта ракета, там день такой и такой, да, то есть чтобы там была разница, чтобы там было видеть, ну, действительно, сожженное место от старта ракеты, то есть, ну, это там было все представлено. Вот, Александр Гольц, я, то есть еще раз мы четко говорим, что вот это вот упреки, вот к американской стороне, что вы не предоставили данных или вы придумали, вы специально что-то такое подтасовали, чтобы обвинить Россию, и вы в первые, там же так было, что в первые часы вы это сказали, а потом все остальное подтягивали под эту версию, это не состоит, то есть в американской войне открыли свои данные для, секретные данные для вот этой международной комиссии. Очень непростой выбор, я должен сказать. Собственно говоря, в ходе всего украинского кризиса, не только в случае с Боингом, Соединенные Штаты, говоря о том, что Россия направляет войска на Украину, воздерживались от того, чтобы давать четкие доказательства этого в виде космической съемки. Это объясняется, увы и ах, тем, что Россия уже рассматривается как потенциальный противник. И здесь борются две логики. С одной стороны, как-то уличить в совершении того-то и того-то, а с другой стороны, зачем давать потенциальному противнику информацию о том, что мы умеем, и что мы можем, и какую информацию мы получаем. И две эти логики, они боролись, и вот как мы видим, в случае с Боингом одержала победу та точка зрения, что правда все-таки важнее. Спасибо, Александр, за это окончание, вот за такую концовку, финал нашей передачи. Мы продолжаем следить за тем, как развивается это расследование. Редактор субтитров А.Семкин